Город мой Киев, в тебя нельзя не влюбиться Мой город Киев, моя Добрый день. Вот у нас с Любашей появилось время. Мы приехали с могилы Тараса Григорьевича Шевченко и заехали сюда обратно к ее родным. И решили мы немножко поснимать. Я расскажу сейчас о своей семье, о родителях, откуда, кто и что. И немножко о своем детстве, чтобы вам было всем понятно, кто мы, откуда и что. Так что так вот. За отца сказать, наверное, начну сразу за папу. Папа мой, оказывается, прожил всю жизнь на Украине, а как получилось, расскажу. Во время, еще перед Великой Отечественной войной, его забрали в армию, год прослужил, и началась в 41-м году война. И он пошел воевать. За это время, что воевал, он пулеметчиком был, все. За это время, что воевал, он был несколько раз ранен. И вот когда-то, перед тем, они как раз были в Ростовской области. Как получилось, что он попал к нам, в нашу семью. Короче, меня-то не было. Бабушка, дедушка, мама были. Там в Запорожскую область попал. Он был под Ростовом, их окольцевали фашисты и забрали в плен. И они были там в плену находились. Условия, сами понимаете, вот фильмы показывают, ужасные были. Ужасные. Им давали гнилую капусту, листья гнилой капусты кушать. И они этим держались. А так, а такие, которые кушать сильно хотели, смотрят, что умирает человек. Они его, с его мест, с этого умирающего, вырезали мясо и кушали. Отец, как подумал, говорит, боже мой, вот так и я досижу здесь, что у меня тоже будут отрезать кусочки этого тела, мяса и кушать. И решили, пять человек сговорились там, которые сидели, в этом были в концлагере, удирать. А до этого же они воевали, так что Ростов хорошо знали. И договорились, куда, что и как. Когда они удрали, договорились, там была колючая проволока, наверху стояли, вышки стояли с автоматами, ток пропускали через это. Не знаю, как им удалось, но они ползком-ползком оттуда вылезли и договорились в одном месте встретиться. И когда уже все выбрались, пришел отец мой туда, на то место, на которое договорились, и еще один молодой человек. И они тогда были молодые, это, по-моему, 42-й. Они были молодые очень, по 21-му, по 22 года, не больше. Вот, пришли они, и потом вдвоем этих ждали-ждали, их нету. То ли поймали, то ли не знаю, что случилось, но больше никто не пришел. Дождали до своего часа и ушли. Ушли там на окраину, пришли в один домик, женщина жила, у нее тоже муж и сын были, ну, воевали, короче. Она сразу их обмыла, ясно, что и вши, и что только не было, грязные, голодные. А вот обмыла, достала своего сундучка одежду и одному, и второму, то ли сынову, то ли мужа. Ему одела, приодела их у чистенькая и кушать поставила. Я говорю, ребята, мне не жалко, но осторожно, вы голодные? Отварила картошечки, вот так в чугунке, да, поставила. Говорит, по одной картошке не надо больше, говорит. И рыбки положила, это же дон. Рыбка в нее была вяленая, сушеная, короче. Они чуть-чуть сели и в сторонку, потом через, по времени так вот, покушали через время. И потом, кто куда. И папа от этого места, с Ростовской области, шел, шел, дает, допустим, где-то там в деревне. Если кого-то встретит, и вроде человек неподозрительный спрашивает, есть немцы в деревне? Если нет, он идет через эту деревню. Если есть, опять окольными путями, обходил, обходил. И таким образом попал в наше село, вот, называется Дмитровка, при Азовского района. Это возле Азовского моря, километров 15, вот, от Мелитополя километров 40-45. И попал к нам домой. Это с его рассказов я рассказываю, потому что он, это самое, после войны еще дальше было. Ну, а так как они были в плену, соседнее село у нас называется Богдановка. Там в нашем округе как-то все села называются мужскими именами. Ивановка, Степановка, Богдановка. Попадают в Богдановку, там штрафбатальон собирали. И которые были в плену, их туда и на передовую в Мелитополь. Защищать Мелитополь. Вот, так они пошли. Потыть водичку. Спасибо. Спасибо. А в это время моя мама училась в Мелитополе в медицинском училище. По-моему, была уже на втором или на третьем курсе. Что-то так. Они же познакомились, естественно. Мамина девичья фамилия Матвеева. Бабушка моя жила, Анастасия Владимировна, дедушка тогда был еще у нас. Ну, короче, побыли они тут. И, значит, пошел он воевать. Направили этот весь батальон на Мелитополь воевать. И его там ранило. Когда ранило, он обратно попадает к нам. И за это время они с мамой сдружились. Короче, даже он боялся так сильно. Он, по-моему, рассказывал, что на бабушкину фамилию. Фамилия Виорусская Шупик. Он сам в Сталинградской области. А бабушка была фамилия Матвеева. И он для того, чтобы боялся тоже, чтобы не нашли. Страшно же было везде этих лиц. И даже на бабушкину фамилию принял. Ну, они, короче, расписались с мамой. И вот, когда расписались, вот это когда он был. Вот уж воевал. Раненый пришел сюда. Больше уже с мамой был. Жил. Тут пока раны заживали. Вот. И это самое. Пошел воевать. И поэтому у меня сестра из 43-го года. 8 июня 43-го года родилась моя сестра. Она на 5 лет меня старше. Вот. А пришел папа. Был в госпиталях. Четырежды раза был раненый. Пришел папа домой с фронта аж в 47-м году. А 47-й, если все знают, 33-й, 47-й, 21-й. Это были голодные годы. Голодовка. И папа все время и говорит. Все время скучал же за родиной. Оттуда, а тут получился на Украине. Тогда еще была Сталинградская область. Он все мамке говорит. Мамка была как раз беременная мной. Уже это вот. И в конце 47-го они уехали в Россию. А мы как-то тут сильно голода того и не слышали. И были хлеба у нас. Все нормально. Повез папа и маму туда. А там лепешки. Там голоднее было. Ну куда уже туда-сюда ездить, телепаться по этим поездам, по всему. Тем более с пересадками. Решили остаться там. И вот 4 февраля 48-го года родилась я. Там морозы страшные были. Рассказывают и мамка была живая, когда и папа. А говорит там у бабушки, ну у папы и мамы, бабушка Марфа моя, российская бабушка, холодно было. У нее печка русская была. И такие чугунки были большие. Что меня это самое закутает, чистое. Как они меня туда вкладывали, чтобы тепло мне было. Ну короче зиму суровую пережили. Меня там зарегистрировали. Вот даже у меня до сих пор хранится. Она уже пожилкился от времени. Свидетельство о рождении написано, что родилась я в Сталинградской области, Лемешкинский район, деревня Бородаевка. Вот зарегистрировали, а уже по весне потеплело. Обратно они собрались и приехали сюда назад до маминых родителей. И так папа остался все время жить на Украине. Часто скучал, когда чуть-чуть подаст себе. Подаст чуть-чуть, выпьет. Всегда вспоминал. Я хочу на родину, я поеду на родину. Ну ездили, я уже повзросла, подросла, ездила. В детстве я туда знаю, что мне валеночки всегда, как я приду. Давали, я в комнате ходила, свалят валеночки. Без галушек, без ничего. Была я там. Папа, четыре сестры, брат. Сейчас уже никого нету. Одна тетя Нина, должно быть, живая. Как-то мы звонили, переписывали. Сейчас она 34-го года рождения. Не знаю даже, живая или нет. Где-то надо поискать ее сына, этот самый, телефон, мобилку. А так переписка уже у нас закончилась такая. Родителей моих нету. Родители умерли рано, страдали гипертонией. Они по жизни с мамой, он говорил всегда. Нина говорит, мы с тобой как-то хиризухра. Вместе родились. Фильм показывали перед войной. И вместе умрем. Так и получалось по жизни. Заболеет мамка давление, что-то приступы. Тут папа. Маме аппендицит сделали при Азове в районе нашем, в районном центре. Потом помирает мама, 21 января, как раз день смерти Ленина, я хорошо запомнила. Через 29 дней умирает папа. Уже у меня было трое детей. Я вышла замуж за армянина. Уже мальчики были, я знаю, было на работе. У нас там сорга такое было американское. На венике мы чистили ножиками. Это было 21 января. Холодина прибегает в Сорочке. Это центр, где мы работали. А мы на окраине, ближе к другому селу жили. Прибегает и говорит, мама, дедушка что-то делает, массаж, бабушка не разговаривает, ничего. Короче, пока мы туда добрались, все, бабушка мертвая приехала, медсестра делать укол. А у нее уже идет пена с арта. Она умерла. А отец все старался, ну муж. Ее вроде бы помочь ему, чтобы сердце заработало. И через 20 дней затасковал. Маме делали 40, ему 9 дней. Представьте себе. Все это надо было мне перенести. Арта-то все ж болячки, получается, тоже. А мама сердце, сердце, да? Да, они оба гипертоники, они оба гипертоники, да. И вот так и все. И отец и похороним там, в том селе. Я сейчас живу в Мелитополе. Я пока ноги ходят, хоть и плохо хожу. Я все время езжу, поправляю. Хотя бы два раза в год надо поправлять. Оно 50 километров Мелитополя. Но дело в том, там у центра встаешь, и на горку на это кладбище надо идти. И тяжело, и тяпку надо брать, и грабельки надо брать, и секатор там. Ну, в общем, работа есть. Тут мои дедушка, бабушка похоронены. И папа, и мама моих детей. Мои папа, и мама, и моих детей, дедушка, и бабушка. Короче, четыре могилки я всегда езжу. И в этом году ездила, поправляла. И служба там у нас бывает. Всегда бываю. Там и свечи палим, и поп бывает. Править службу. Так что вот так вот они. И он получился, и могилка его здесь. Хотя родился, и там было. Вот такое, вот такая судьба. А детство расскажите? Ну, а за детство, что у меня детство? В школу ходила. Тогда зимы были суровые. Я знаю, так было с него, как на это, горы, что нас пацаны перекидали через эти кучу гуры по дороге, когда идти к этому, к школе. Это было, я закончила школу в 63-м. А 7 лет мне было в 55-м году. 7 лет в школу пошла в первый класс. Школа украинская до 8-ми классов. Нормально училась я. Четверок мало, то нормально пятерки все. Все было нормально. Детство есть детство. Это где, в Мелитополе? Это я в Дмитровке, Преозовского района. А, Дмитров. В Мелитополе я сейчас 10 лет уже живу. Когда пошла на пенсию в 58-м, уже мне было аж потом, через 3-х годах. Это я приехала в Мелитополе, ирония судьбы. Я заболела сильно. Ой, болячки за болячками. В 2005-м году я обнаружила, что у меня что-то не так. Хотя и проверялась, как это, эндоскопия, или как-то вставала. Знаете, на 4 кости смотрел мне доктор, тоже знакомый. И сказал, что все нормально. А потом, как-то плохо так мне стало. Я бегу в туалет, и что так выскочило, я не пойму, что оно такое. Когда глянула, вот так, сгусток крови. Я думаю, что ж это не то. Только же проверялась, вставала на 4 этих, как говорится, кости. И обратно. И, короче, сказали, что мне надо срочно. Начали проверять. И УЗИ. Мелитополь приехала, там не Корновский проверял, а другой. В другом кабинете Корновский нас прославил. И сказал, ой, у вас конкретный панкреатит. А у меня уже это была непроходимость кишечника. Я уже в туалет почти не ходила. А вот, почти ничего не кушала. Диету придерживала. И в конечном итоге, в 2006 году, сразу сестра попадает. У нее было, значит, по-женски все выбросили. И пуповая грыжа. Это в январе у нее. 9 или 10 января у нее одна операция. А я попадаю туда. Проверили, мне сказали, это у вас непроходимость, срочно на операцию. Первый раз я сделали операцию в этом же Приазовье. Они только мне цитостому наложили. Вот, разрезали вот так и цитостому наложили. И все. И трубочка, короче, это была у меня 100 дней. Она меня замучила. С ней нельзя ни в магазине стоять, ничего. Понимаете, что это такое? Это самопроизвольно. Начинает бурчать она. Начинает водичка такая желтая. Ну, представьте, это без конца надо было колосборники ставить. Она у меня стояла 100 дней. И я молила, Господи, помоги мне. Третью, первую операцию в Приазовье, это наложили цитостому, разрезали так полностью. Опухоль у меня была. Не убирали, а направили в Мелитополь. Я уже собираюсь ехать домой. Говорю, сын приехал самый первый из Харькова. И говорит, мама, ты готовься, говорит. Доктор сказал, говорит, у тебя еще две операции предстоит Мелитополь. Если вторую, говорит, выдержишь, будешь жить. Но я по натуре оптимистка. Я, конечно, мне хотелось уже домой. Жила в частном секторе. Санвелке, говорю, сыночек, говорю. Ты поехали домой, говорит. С Харькова написал разрешение на отпуск. Мне приносил в реанимацию, что я подписывала, чтобы пенсию взять, дальше мне лечиться. И это самое. Говорю, сынок, поехали домой. Мне в веранду, ну, раз в дом, кто же жив в частном секторе, знает, что такое веранда. Вот большая у меня была. Ты, говорит, мне носи, угля, дровишек, чтобы было чем распаливать, там солярки, бумагу, все подготовлено. Я буду мисочкой носить через прихожую на кухню и буду распаливать. А он говорит, мамка, ты готовься. Тебе еще две операции, говорит, Мелитополе. Ну, я немножко призадумалась, когда сказал в онкохирургии, конечно, кому это приятно, неприятно. Я знаю, что это за отделение. Бабушка моя так умерла, у нее было кишечник, с кишечником что-то. У меня кишечник, а у нее желудок был, опухоль. Ее разрезали, посмотрели четвертую стадию, зашили, и в скорости после разреза она умерла. В возрасте 75 лет. Ну, а мне, когда со мной случилось, было 58, только почти на 20 лет от бабушки, чем на 15. Ну, и, короче, ну, говорю, хорошо, сынок, куда денешься, уже будем слушать докторов. Выписывают, я проезжаю в Мелитополь, вот такое отделение только в Мелитополе у нас. Ну, и дальше ехать, ну, поближе в Мелитополь. Вот, привезли меня дети. Сюда дочка жила в Донецкой области. Забрали меня без денег даже, забыла сказать, в Приазовье. Дочка была в Донецкой области, была зима очень суровая. Даже у нас в Митровке, минус 28 от Мелитополя, 20 километров. Так было, что куры у меня сидели на сидушках, курятники, позамерзали. Куры, яйца лопались. А в дочке там снегопады. Мне во вторник она звонит доктору. Доктор же, сказали мне, какой номер. Они прозвонили ей в Донецкой области, они там жили. Город Кировской, близко Синаке, вон, по 17 километров. Что так и так с мамой. А дочка прозвонила зятям, делайте маме все, что нужно. Мы в субботу приедем на выходной и все, провезем денежки. Они прооперировали, без никакой копейки. Потом дочка приехала с зятем, все заплатила, спасибо им. Вот у меня так и выкарабкалось. Если бы сейчас в Мелитополе к нам приходят люди больные, схватил какой-то прессов. Каждый доктор раз спрашивает, а у вас деньги есть? Есть, ложитесь, нет, до свидания. Вот и все. Вот какое, как мы можем на свои вот эти гроши, копейки, которые мы получаем, даже пенсионеры. Лечиться я не знаю. Это ужас один. Короче, вот так вот. И у меня тогда здесь, в Мелитополе тоже, первую операцию сделали. Я после, ну, первая при Азове, потом вторая по щеку. Здесь самое трудное, я бы сказал сын, мама, выдержишь вот эту, сказал доктор, ты будешь жить. Вот, ну, я выдержала эту операцию, Бог меня оставит. Спасибо, Люда. Спасибо. О. Выдержала вторую, а потом остается самое последнее. Вот. А я вообще по натуре оптимистна. Вы же скажите, что сахар поэтому пьете. Что сахар и пьете поэтому. Да, у меня сахар, так что вы меня, простите, сахар я ехала в Киев последний раз давала 14%. Так что высокий. Вот. Поэтому я водичку пью, вы меня, простите, пожалуйста. Сушит во рту. И потом, когда это самое, сказали, когда мне перед операцией, все же знают, какую-то таблеточку вечером дают, а на утро операция. Ну, так как у меня с кишками дело, это вы сами понимаете, что такое, меня в последнюю очередь забрали. Вот. До этого все меня чистили. И клизмы, и такая аппаратура. Я врагу своему, клянусь вам перед этой аппаратурой, не пожелаю такого. Я перед тем, как сделать эту операцию, рядом с этой больницей моя подруга жила. Она, ну, учились вместе в школе, одноклассница, дружили мы с ней. И я пошла покупаться, потому что на завтра, значит, операция. Вот. Операцию первую, вот, у Паразови мы сделали. Вот. А вторая, 9 апреля, вторая. А третья, когда опускали назад кишечку, 4 мая. 18 мая. И вот я пошла туда, покупалась, смотрю, а там два человека нас на завтра именно с кишками с нами работать. Уже одна сидит под капельницей, я помылась, быстро пришла. Нога тогда так не болела, быстренько пришла, там рядышком. Минут 15, и я уже в больнице. Вот. Садят меня, это ужас один. Я думала, не выдержу. Ставят вот эту, такую, как, типа, вешалку. Ну, что капает нам, вот такое ставят. Туда подцепляют бутылочку. Значит, вниз, пробочкой вниз, а здесь дно срезают. И полную, полтора, четырехлитровую наливают воды. А рядом ведро стоит. И вот это я должна, вот это ведро было пропустить по капле. А сюда шланг мне. Я еле глотанула его. Вот это, представляете, целое ведро. Вот это целых шесть часов надо было. Я сижу, оно ее туда, оно, хочется мне его вырвать, оно туда. И вот так вся взялась уже гусиная эта, телепает меня. Сердце так, как не выскочит. Боже мой. И вот эти самые больные назвали его, электрический стул назвали. По-своему назвали. Это надо пройти испытание перед тем, как завтра меня поведут на операцию, понимаете. Ужас один, я говорю, врагу не пожелаю. И я только молилась, Господи, ради самвельчика я должна выдержать, потому что завтра такая сложная операция. Я все вынесла, перенесла, на второй день меня прооперировали. А потом через время, уже в скорости, уже самая короткая была операция. Первая тоже где-то часа четыре, вторая тоже долго, сейчас, наверное, пять-шесть. А третья, самая маленькая, что вот эту кишечку опустили назад. И все. Ну а потом легче стало вам, да? Конечно, конечно, но очень долго. Доктору мне же так надоело лежать. И говорит, Татьяна Васильевна, я говорю, вы писаете уже меня, сколько я могу лежать? Две операции тут у вас. А он говорит, когда начнете по-большому ходить, я вас выпишу. Я говорю, а когда вы мне разрешите кушать? От чего я буду по-большому ходить, если я одну воду пью и бульоны? Так меня подруга нарушала. Молодец она, я ей благодарна. Принесет мне вот так, знаете, как судьба человека, этого Соколова, как разделили сало, там они чей хлеб, что они вот такими кусочками черный хлеб проносила, потихоньку, потихоньку. А может нельзя было, а вдруг бы вы умерли. Я не, я не умерла. Я бы побоялась. Я не употребляла, время прошло, сколько после операции. А потом уже же мне надо домой. А потом она проносила мне бычочек обчистить, дальше любите рыбу. Так тем более же нельзя. Не, не, это уже прошло, наверное, недели три после операции. А я уже домой. Можно же было каши какие-то, супы, а это же вообще как. Там мне давали, там мне диету давали, жидкий бульон. А она мне чуть-чуть, Таня, ну кусинчик, хоть посмокчи, пососи вот этого. И так вот это мы нарушали, но нормально я вышла, все хорошо. Слава Богу, и врачам, и все. Вынесла. Я не думала, что я буду жить, потому что у нас в селе, я долго в реанимации была, после второй тяжелой операции. И все сказали уже, Таня, это уже умрет, это она уже все. Ну я выкарабкалась и радуюсь жизни, слава Богу. И Самвел прославился, и сам, и нас все все прославил. А как в детстве, вот как Самвел, вот дочка и старший сын, как вот Эдик, как они друг от друга отличались? Вот Самвел как-то отличался от них тоже? Ну как вам сказать, он арсистик. В детстве как-то? Он в детстве, он чудак был, он чудак. И он, знаете, в детстве слишком плаксивый был. Я когда-то наш Армянин работал в Башкирии, и я там им готовила кушать. Ему было три года, Эдику пять с половиной, и Ирочке четырнадцать. Трое детей, все от Армянина, все они родные между собой. И он такой вот, все плачет, что-то не так, все воет, все воет. А где мы были на квартире, муж с женой, Таня и этот, как же, и Коля зовут. Ну, младший, потому что. Ну, это она, и моя мама пришла и говорит, боже мой, крестится. Если бы она, россиянка сама, если бы у меня был такой ребенок, я бы точно уже удавилась, ну, повесилась. А я говорю, я давиться не буду, это в него возраст такой. Сильно плакал, но сейчас он крепкий. Вот это единственное тоже, вот когда съемки идут, вот недавно смотрела в девочек в Киеве, поразъезжались все из этого, как во Львове были, снимки были, снимали. Все уехали из гостиницы, и Женя Поливода, и съемочная группа. Он плачет, он просто плачет. Я очень, говорит, быстро привыкаю. Вот я тоже такая. Он такой, и я тоже. Мне быстро к людям привыкаю. Он сам такой простой. И, может быть, и притягивают его все такие люди. Он такой, не врет, не врет. И я, если пользуюсь случаем, если можно, Любаш, я скажу здесь от имени, как я мама. Пожалуйста. Он сразу, конечно, сильно расстраивался. Пишут ей такую гадость. Я вас прошу, пожалуйста, не дергайте его. Он у него каждая минута занята. Я живу в Днепропетровске, он в Днепре, я в Мелитополе. Четыре часа, а может даже меньше, скоростная маршрутка ходит, и в него нет времени лишний раз приехать. Вот эти его подписчики все просят, когда ты будешь у мамы. Мама такая прикольная, мы хотим послушать. Вы поете всегда хорошо. Пожалуйста, такие вопросы, что стыд странно сказать. Он сельский был парень, пролез сам в Москву до этой Зыкиной. Что с ним было, он все рассказал. И что за дурацкие вопросы? Ты скажи, ты гей, или еще что-нибудь. Ну, такие глупости, или что ты не женишься. Что вы должны указывать, я мама? Ко мне тоже многие, даже в Мелитополе я работаю, там на остановке, два-три часа подрабатываю немножко, потому что пенсия маленькая. И часто приходят, ой, Татьяна, Таня, ну, мои ровесники, кто младше, кто тетя Таня. Скажите Самвелу, обязательно пускай он женится, ребенок пускай будет. Ну, кому какое дело? Он такой талантливый, что и дети будут такие. Но я мама, и дочка меня старшая. Говорит, мам, никогда не надо говорить. Это его личное дело. Он сам знает, когда и что надо делать. Не командуйте им. И что лезть, как говорят, в грязное белье. Допустим, ковыряться. Не надо, я вас очень прошу. Мне тоже обидно, сижу, смотрю, и вот такие гадости есть пишут. Чем людей в голове не хватает, что я не понимаю. А нормальным людям спасибо большое, что вы с ним дружите, что общаетесь. Он простой, как и я. Что думает, то и говорит. Такой вот человек. Пожалуйста, я вас прошу, что я попользовалась случаем, что я могу сказать. Потому что я не знаю, он должен ко мне приехать. Он недавно с Киева тоже приехал, не мог зайти. Быстро. Поезд опознал на час, ему надо на съемки. И опять в ночь сел и поехал. Даже не забежал сюда. Мы находимся на правом берегу. Не смог к нам приехать с СТБ. Так что такое. Ой, ну все, наверное. Спасибо всем. Даже вот мы с Любашей ехали. Вчера мы ехали, Люба, да? Что нам читали? Читали вы нам? Позавчера мы с Киева ехали. Когда зачитывали, что... Вчера, да? Когда мы были, это много посетили. Люди, которые далеко живут. И, как говорится, вместе со мной. А, комментарии позавчера читали? Позавчера писали отзывы, что мы вчера-то мы сюда приехали. Всем, кто писал Любашу, мы могли бы и сами почитать. Комментарии, да? Да, комментарии, которые пишут. Но я хочу лично всем вам ответить. Всем вам большое спасибо. Есть такие люди, что живут на севере, а жили в нас на Украине, допустим. Чи в самом Киеве, чи возле Киева. Короче, как ностальгия, скучают. Я говорю, спасибо, Татьяна Васильевна, что вы на экскурсии, мы с вами тоже побывали в очень красивых местах. Так красиво нам кажут. Говорят, отзывы такие хорошие. Где мы были? И в Софьевском соборе, и в Михайловском, и на Андреевский спуск спустились. Ножки заболели, но мы везде ходили. Такие хорошие отзывы, благодарят нас. Ой, Татьяна Васильевна, Самуэльчик нам показывает ваши фотографии. Такая красивая была, неописываемая красавица. Я смеюсь сама себе, я любо мне читаю. Я говорю, одна буква К, осталось все красивее. Десять операций перенесла, представьте себе. И в данный момент у меня сахар 14, на правая у меня артроз четвертой степени, это вторая. Работала, ишачила, разошлась с армянином давно. Самуэльчику было только 4, не, 6 лет, вот Эдику, которая в Башкирии живет, 8 с половиной. А дочка поступала в университет у Запорожья. Представьте, два ученика, Самуэлька пошел в 6 лет, а Эдик пошел в 8, поболел сильно. На 2 года с половиной разницы возраст, а классы по одному. А дочка поступила в университет. И для того, что я его сколько ждала в своем селе, я от этого стыда, что ждала, ждала. В конечном итоге завел в Башкирии женщину одну, татарку, и родился сын на день рождения нашего Эдика. И в конечном итоге она его бросила, взяла татарина, и уже Царство Небесное умерла. Она болела сильно, пила, в общем, нашу семью променял на кто его знает что. Так что вот так вот. Так что вам спасибо, где вы живете, так далеко. Я вас всех очень люблю за пожелания хорошие вам, чтобы я не болела. Я вам желаю того же, будьте всегда здоровы, мира, счастья, добра, благополучия. Всем-всем вам и низкий вам всем поклон. Спасибо.